Получается Поехали Виспы уходят в бан по-прежнему Ну и посмотрим Отправят ли темпларку в баню Попариться А то что-то скандал последний Я так припомню игр Наверное Семен чуть ли не играет на темпларке Ну может быть я не все видел конечно Но каждый раз Вот в каждой божьей игре Это темпларка И каждый раз она вешает очень-очень больно Задрот Что еще скажешь Ну конечно в хорошем смысле этого слова Дисраптор Также улетает в бан Бояться Бояться его Эмпайр Но все правильно Если ты знаешь сильную сторону соперника Бань Если есть такая возможность Тем более что помимо Дисраптора Я как понимаю Ничего Эмпайр не страшно Ну и ВП Думают Думают над вторым баном Уходит в него Сирена Ну как ни крути Четыре бана первых Остается уйма героев Которые очень-очень сильные Это Дарксир Пусть не будет Ликана даже Который считается уже не таким сильным Но хотя Свои плюсы у него Большинство своих плюсов у него остались Остается Лишрак Остается Рубик Остается Инвокер Ну много Много сильных героев Бродмазер уходит в бан Ну и первый пик у Virtus.pro Что это будет? Есть масса вариантов Возможно это будет Рубик Возможно это будет какой-нибудь Какая-нибудь заготовочка Это Дарксир Да, Дарксиров все-таки Не хотят отдавать Дарксир Один из самых сильных героев Практически в 100% Игр он попадает Либо в пик Либо в бан Ну и ответ Команда Empire Сейчас кажется Еще один фиолетовый герой У нас появится Если захочет Скандал сыграть На Templar Ну кстати говоря Если уж скандал Так здорово Отыграл Немножко побольше О нем расскажу Очень сильный у него Квапа Я в Коне Не очень силен Насколько знаю Там тоже есть схожий герой И на нем Очень жестко Скандал сжарил На Квапе Он тоже Отыгрывает великолепно Но вообще целый ряд героев Есть у него сильных Это Рубик уходит И Рубик может играть Как на Соло мид Так и на Саппор Практически Одинаково Эффективно Все зависит Просто от задумки От того Что от него требуется И Темпларочка Темпларочка На самом деле Выглядит все Очень просто Но Все не так Просто Оказывается На деле Потому что Темпларка Герой Достаточно хлипкий И когда у нее Заканчивается щит Рефракшн У нее Практически Не остается ХП Ее можно Очень быстро убить Но как мы видели У скандала Всегда Идет четкий расчет Дарксир Дарксир Наверное Дадут Санте Потому что Обычно Дарксир играет На сложной линии Дарксир На ней очень силен Он может Не заходя За собственную вышку Фармить И это Очень большое преимущество Да он не будет Получать опыт Но он будет Получать золото Ну и Подкачавшись Немного Он может Выходить Так как у него Достаточно много ХП Несмотря на то Что главный параметр Инделект Достаточно Толстенький герой Большая прибавка К силе К тому же Милишник Это значит Что на нем Великолепно Работают Такие айтемы Как Порман шилд Вангвард Скаут шилд Все это Однотипные айтемы На Дамаж блок Раздумают Раздумывают ВП 40 секунд У них остается Уже Дополнительного Времени Лайфстиллер Лайфстиллер Герой На котором Очень любит Играть Иллидан И Лайфстиллер Был достаточно Сильно Апнут Последним патчем Что ж Посмотрим На Лайфстиллера Лайфстиллер Милишник И крайне уязвим К всяким Жестким станам Которые проходят Сквозь магический Эмон К всяческим Замедлениям Как то Шадоу Демон Ну Бестмастер Но Герой Которого Убить Один на один Очень сложно У него Потрясающий От хил От жор От оппонента Когда он бьет Он восстанавливает Очень много хп Наносит дополнительный урон И Лешрак Лешрак Видимо для НС НС Самый опытный игрок Команды Virtus.pro Да и вообще Наверное На обе команды Он здесь Самый опытный Ну и задумался Габлак Смотрите на его Аватарку Габлак Ты же Габлак Почему у тебя На Аватарке Орк Тайдхантер Ну Фаник великолепно Отыграл на Тайдхантере Прошлую игру Да было Несколько Неважных ультов И одним ультом Он фактически Убил ЦМку Казалось бы Не самая выгодная трата Но Практика доказывает Что лучше Заюзать ульт Убить кого-то И потом Подождать Откат Особенно в начальной Стадии игры Чем Сейвить этот ульт Экономить его Для чего-то Поэтому все правильно Сделал Более того Там спас И еще Шага зацепили Короче Сыграл хорошо Энигма Отправляется в бан Команды Virtus.pro Наверное Самый жесткий AOE диземблер В доте Но есть у нее Некоторые минусы Например То что Ее ульта Кастуется Так называемый Челленд Экспел То есть Если в это время Энигму Как-то отвлечь Застанеть Или она просто Сама Захочет куда-то Отойти Ульт перервется Это очень важная Особенность Если бы Не эта особенность Это был бы просто Небалансный герой Квапа Уходит в бан Не понравилась Квапа Эмпайр Хотя Проблем с ней Практически Не испытали Рассказал я вам Про роли в командах Но не озвучил Кто на ком играет Итак Капитана команд Габлак Икси Играют На саппортах Лесниках Что касается Скандала Он играет На соло Миде На соло Мид героя И то же самое Можно сказать О Крейзи Амадеус Моцарт У Виртус Про И Фаник Сайлентом Играют на харде Почему я сказал Фаник Сайлентом Потому что Эти герои Часто между собой Меняются Это очень необычно Для доты Но В некоторых Командах Такое присутствует И если это присутствует Это неплохо Это не минус Но это просто Такая особенность У них Это получается Отлично Сайлент Также с Фаником Играют часто На саппорте На линии И эту роль У Виртус Про Часто исполняет НС В основном Исполняет НС И является Одним из сильнейших Игроков Я не повезу Этого слова В мире На этой роли Ну и Керри Керри команд Айрман Таусынаи Он же Иллидан Очень новый игрок В дота комьюнити Именно в профессиональной Доте На прост сцене Его практически не было Игрок Молодой Но уже себя Неплохо зарекомендовал Своим необычным стилем игры Вот как раз таки На лайфстилере Неплохо отыгрывает На луне Ну и Блава Блава это Король Хаус Найта Если этого героя Отдают Блаве Это начинается Что-то с чем-то Но возможно В этой игре Мы увидим Нет в этой игре Мы не увидим Потому что как раз таки Хаус Найт и Чен Отправились в бан Никс Ассасин в бане Ну или в этом Искликли Не знаю Странный Очень странный бан Очень странный бан От команды Эмпайр Виртус Проб Думает над своим Четвертым пиком Говоря лишь Раке Вообще Это герой Который Темплар Ассасин Контрит Есть еще Есть еще Так же Герой Виновансер Который Контрит Так как наносит Много Так как наносит Обычно Много Урона Маленькими Тычками И как раз таки Сбивает Рефракшн Но Изграно Энчантры Для Габлака Но сейчас Мы возможно Увидим его Могущественную Энчантры Энчантры Которая Очень быстро Фармит лес Выходит на линию Начинает Раздавать Своими Ультом Импетус Такие Золотистые Светящиеся Копья Наносят Много Урона Чем дальше Это копье Летит Тем больше Урона Наносят Ну и Увидим Последний Пик У Virtus.prose Кэрри Есть Саппорт Есть Хардлайт Есть Я так понимаю Бэтрайдер Соло Мид Ну и Еще Либо Саппорт Лисничок Либо Может быть Как раз таки Да Это Саппорт На линию Вич Доктор От команды Virtus.pro Очень Очень Необычный Пик Я бы даже Назвал его Олдскульным В какой-то степени Потому что Вич Доктор Герой Появляется Крайне редко В последнее время Я не вижу Кэрри Я не вижу Кэрри От команды Empire Масса вариантов Есть сейчас Ну и Блава Блава Я не вижу Игроков Но и наверняка Блава сейчас Потирает руки И ждет своего Какого-то Горяченького Кэрри Ну что ж Empire Минута Целая минута У них еще На выбор Героя Это очень много Они могут все Обсудить Они могут Сходить Попить кофе Вернуться Подумать Еще попить кофе И только потом Пикнуть Ну что ж Начинается игра Shadowfiend Мега Интересные пики Такого в дотке Я давно не видел Shadowfiend Еще один герой Которого Ну Чуть ли не больше Все хапнули Очень серьезный Дэмэдж дилер Также есть у него Пассивочка На минус армор Что великолепно Сочетается С темпларкой Скандала Ну и Бафнули его Имеет он На этот раз Ультимейт Взрывается он При смерти Своим ультимейтом Половины силы Своего ульта Начинается игра Я призываю Болельщиков Собрать все силы И поддержать Свои команды Да-да-да Я что-то слышу На троечку На троечку Ну ладно-ладно Может быть и не на троечку Но действительно Я свой голос Даже слышу Не так хорошо Как мне этого хотелось бы Мирцпро Кси играет на Вичдокторе Крэйзи Соло Мидбэтрайдер Арманга Таусына Играет у нас На Лайфсилере НС На Лешаке Никому он не отдает Этого героя Ну и Санта На Дарксире Эта информация Видна Командам Они могут это легко Прочекать Поэтому Ничего не боюсь Полить Мы видим Заку по Темпларке Я бы назвал его Очень и очень Грамотно Отличный закуп На Соло Мид Против Бэтрайдера Рубик Закупился таким образом И Рубик у нас Очень необычную роль Исполняет Такая роль Тоже приемлема В Доте Для Рубика Шадоу Финт Занимает Свою Ну я думаю Любимую позицию В принципе Играет часто В том же паблике Этого героя Забирает иллюзия Фаник Очень хорош Этот герой В паблике Бывает на миде Но часто Используют его На легкой Чтобы ему было Легче фармить Но вышли Первые крипы 20 секунд От игры прошло И начнется бейство Бэтрайдер Есть у Бэтрайдера Замечательный спел Стики напал Но у Темпларки Закуплен вот такой Вот Magic Stick Который за каждый каст Который делает Бэтрайдер Дает ей заряд Заряд восстанавливает 10 хп И 10 мп Да Но все равно Проседает достаточно жестко Рубик у нас Использует иллюзии Очень интересным образом Хорошо Все пытается выжать максимум Сайланд Отправляется на легкую линию Но не будет он Естественно мешать Сэфу фармить Просто немножко Протрелковал под крипами Очень неплохо Здесь пропушил Линию Санта И сейчас получит Возможность Пофармить вот этих крипов Да И какой-то опыт Да получит Мы видим Что Вичдоктор Занимает позицию На лайне Будет он помогать Лайвстилеру Ну и качаться сам Лайвстилеру Помощь-то не особо нужна Фаник Как глубоко Зашел НС Но дочковал Фанику Ой-ой-ой Как больно Ну и Фаник Будет осторожней Впредь Хотя в принципе Ничего для него Не произошло страшного То что он просил По хп на сложный Да и Не умер И слава богу Это позиция Любого хардлайнера Не умер И слава богу Ой-ой-ой Еще получает Фаник Но Лишак практически Не выходит на линию И тоже не получает опыта Но Фаник Он жестко напрягает И сейчас Тампларка У Тампларки нету Замедления Да, на виде ДНС Лишак Кастует Диаболик Получает у нас Очень больно Скандала практически Не пробивает Потому что первый Диаболик Наносит мало урона Но и Бэтрайдер Чуть-чуть тоже Вышел с мида Мы видим Тайтхантер Тайтхантер Время не зря Не теряет Это очень важно Для саппортов Как можно лучше Использовать свое время Времени у них много Но если ты просто Будешь бегать по карте Тебя снесут Ну поэтому Тайтхантер Сейчас Активирует Рону Спокойно уходит Скандал Под стики Напалмом Три стика Уже на нем Но есть у него заряд Аж в 9 стиков Это очень много Но скорость перемещения Замедленно Получает еще один Очень неприятно Очень неприятно Под стиками Потому что у тебя Бэтрайдер просто Может посмотреть Какие он тычки наносит Ой-ой-ой Как больно Скандалу У него есть бутылка У него есть куча стиков И Крэйзи Куда он залез Последний выстрел Не долетает 8 напалмов На Томпларке Крэйзи Очень-очень Зря залез Сейчас под выж НС мешает Рубику Фармить даже Эншентов Это единственная прелесть Жизни сейчас у Рубика Он хоть что-то Может пофармить Тем временем Дарксир уже 3-го левого В то время Как Фанник до сих пор Не получил ни одной Единички Экспириенс Очень странно Фармил он иллюзиями Но естественно Эншенты Очень жирные СФ заходит к Дарксиру Передает ему привет Здесь же Тайтхантер Дарксир все правильно делает Отступает Тайтхантерам Сражаться ни к чему НС И Рубик Это противостояние Видимо будет длиться У нас очень долго Вече доктора времени Старается не терять Как и в общем-то Саппорт и команды Ну что Габлак Габлак имеет 4-й левел Нормально все Габлака Пока что не принимает Попытку запушить вышку Это не так просто Против Дарксира Но тем не менее Мышечки потихонечку Проседают Катапульты их дамажат Ну и Дарксир Качается Крипстаты Давайте откроем графики Откроем мы графики Сейчас мы откроем графики Ой-ой-ой Как ровненько Неплохо Амадеус Моцарт Третий левел Пошел щиток Видит Тайтхантер Тайтхантер уходит Скандал Имеет хосту в бутылке Кстати с хостой Скандал очень неприятно Может развлекать Сейчас Бэтрайдера Другой вопрос Что у Бэтрайдера Есть вот такой вот Файерфлай Против которого Особо-то Не поразвлекаешь Даже под хостой Он будет лететь Гореть И наносить много урона Как раз такого урона Который темпларке Неприятен 10 стиков Использовал Есть 4 новых заряда Короче темпларка Будет заряжать Очень много маны С этих стиков 5 минут игры прошло Ровненький фарм Пока идет Лайфстилер Мы видим Мы видим Что у лайфстилера Всегда играет Через этот Белт или Данк Этот белт Может очень жестко Окупиться Рассчитан на перефарм Ну и вообще Конечно Сэфу До получения БКБ С Лайфстилером Очень тяжело Крейзи Поднимают Используют Сурч Очень битый Крейзи Но все-таки Уходит А Файерфлай Очень вовремя Оказался здесь Дарксир В этот момент Айрман Заходит глубоко Под Рубика Мне показалось Что его подняли Но судя по всему Его не подняли Не знаю Чем так застопило И с самого начала Вичдоктор Скандал Стревает Маледикт Не попадает От Вичдоктора Да На миде Прямо заварушку У нас Вичдоктор Помогает Все помогают Лайфстилер Использует Сейчас Опен ваутс Рубик Очень битый Станом Попадает И минус Фаник Это ФБ От Виртус Про Лайфстилер Использует Ультимейт Аплодисменты В зале Правильно Нужно поддержать ФБ Это всегда приятно ФБ Это всегда весело Даже если оно сделано Только на шестой минуте Ну и Лайфстилер У нас получается Сейчас В очень хорошей ситуации Да Рубику Очень будет тяжело Против Лайфстилера Герой Невероятно Такой немобильный А Лайфстилер Как раз Имеет замедление Темпларк Имеет шестой И может уже Быть достаточно опасно Нету И сейчас на миде Но Грейзи Никуда Тоже не вылезает СФ Продолжает фармить На своей легкой линии Тайтхантер Фармит Тоже Габлак Ну все В общем Решили немного Подфармить на карте Но в любой момент В любой момент Могут быть какие-то Смоки И ганги Мы видим что Вижена У игроков На карте Практически нет На легкой СФ продолжает фармить Ну стандартная Достаточно раскачка От Шадоу Финда Крейзи На миде Есть у него Ультимейт Пока никого не забирает Видит ловушку Отступает от ловушки Чтобы его не замедлили Не зацепили Ой-ой-ой Какой опасный Лайфстиллер вообще Лайфстиллер Лучше не встречаться Бэтрайдер захватывает Батри Фракшн Заканчивается Это минус Скандал В первый раз За две игры Его все-таки убивают Да это Бэтрайдер Детка Бэтрайдер Может затащить Очень далеко Но Санту В этот момент Тоже убивает Отличный выход От Габлака Со спины Накинул он сеточку И великолепно Убили Размен один в один Равная пока что Идет игра Айрман залез За вышку Ничего не боится Вышка же наполовину битая Может быть ее подпушивать НС НС видит двоих Диаболик Стан влетает Очень неприятный Маледик СФ дает Кайлы Минус НС С Эмпетуса От Габлака Очень битый тайт Сработает ли Кракеншелл Убьют ли Вичдоктора Эмпетусы Залетают Вичдоктор Уходит в лес Вичдокторы видят И Скайла Забирают Уходит сейчас вакуум Забирают также Тайтхантера Бэтрайдер Здесь минус Минус от Шадоу Финдай летит Дальше Бэтрайдер Габлак тоже умрет Размен На единичку По-моему Три в два Польс команды Эмпайр конечно же Лучше они поменялись Убили два раз Дарксира Но потеряли Тайтхантера И потеряли А все по-моему Только Тайтхантера И потеряли Да Тогда очень хороший Размен Много Но убивали А нет Еще ничего Потеряли Конечно Ее же убил Бэтрайдер Пошла активная дотка Находят Находят Темпларку с ДД Сейчас Айрман В лесу Но отступает Спокойно От него Темпларочка Очень тяжело Лайфстилеру За ней угнаться У нее есть Рефракшн Который Лайфстилер Пробивать будет Очень долго Но сам факт Что Лайфстилер Менял сейчас Вот так вот ПХП С Темпларкой У которой ДД Говорит о том Что Лайфстилер Очень-очень сильный Сейчас можно Зацепить Тайтхантера Нет Не стал этого делать Лайфстилер просто уходит Но и Тайтхантер Тоже Отходит Фаник Имеет уже Аркан Буцина Сложный Не так уж и плохо Затишье Легкое на карте Невидимого Разменов 5 на 4 В пользу команды Эмпайр Заходит со спины Сейчас Лайфстилер Стан Попадает В Рубика Рубик Поднимает воздух Вичдоктора Но Лайфстилер Беспощаден Минус Рубик Далеко он залез Крейзи Хватает сейчас Скандал Откидывают Как хорошо Но импетус Последний Влетает Скандала Мало ХП Уходит он Ой-ой-ой Как задавили Сейчас за Крейзи Забирают Ну как и в каждой игре В общем-то Шадо Финдо Герой Крайне немобильный Очень уязвимый Против различных Нёков Ему даже с БКБ Не всегда тяжело Тем более что Ой Не всегда легко Тем более что БКБ Сильно подрезали Пошла у нас Беготня по карте Снесли вышки И пошла Активная дотка За первые 6 минут Сделали всего лишь Один фраг Но за вторые 5 минут Ещё Добавили целых 10 штук Команды Выходит Рубик Встречает Лайфстилера Не решился Лайфстилер Сейчас вгрызаться Побоялся Инвиз Уйдать Хандера Вдвоих Лайфстилера поднимают Есть Рэдж Вгрызается он в Тайда Очень классно работает Пассивка Минусует Лайфстилера Ведь Доктор Будет меняться Сейчас Тайдом Дайв Есть Инчер Смэш Инчер Смэш Мажет и уходит Великолепная игра От Фанника Просто От Сайлента От Сайлента Замедляют Кого-то Ищут сейчас Игроки Эмпайр Но Все разбежались Размены Пошли Размены В пользу Империи Начало Очень хорошее От ВП Но Эмпайр Отлично ловит И сейчас Инвиз на Тайдхантере Сработал Возможно Просто-напросто Не было Вардов Не видели Этого Инвизного Тайда Он ультанул Не успел Включить Рэйдж Вовремя Лайфстиллер Среагировать Практически Невозможно На это Лайфстиллер Фармит Один раз Его забрали Это неприятно Шадоу Финт Пока что Играет Без смертей Замедление На Фанника Откидывает Видите Вот все На своих экранах Ловит Твич Доктор Дает банки Маледикт Но его сшивает Просто с одного удара Скандал Пошла Ганг Дота От Эмпайр Окупировали Они Чужой лес И очень-очень Тяжело Становится На хосте Сейчас скандал Бьет Лишь рака Нет Не решается Задавить за вышку Зацепили Бэтрайдера Будут сейчас Его разводить Пошли Импетусы Но Бэтрайдер Минус Последнего Импетуса Санта Оказывается Очень вовремя Кастует Волов Репликает Жимбиты И сейчас Все будут Забирает Импларочка Лишака А Мадеус Моцарт Не уходит На ТП В последний момент Его забирает Импларка С одного удара Доли секунды Не хватило Сейчас Айрман В этот момент Формит На легкой линии Дается забрать вышку Нечем сбить Ему ТП По моему Да Действительно Нечем сбить Ему ТП В случае Если Будет у него Рейдж Скастован Поэтому он ведет себя Очень и очень смело Хотя В принципе Это большая наглость Заходить вот так далеко Скандал Уже Очень действует Свободно На карте Игроки Импайр Оно и понятно У них преимущество Мы видим его сейчас На своих экранах Это преимущество По золоту И это преимущество По опыту Посмотрим На закупы Игроков Лишак Два Брейсера Ботинок Личдоктор Просто ботинок Две ветки Просветочка Очень мало всего Вайермана Появляется армлет В 14-й минуте Неплохо Сантос С сапогом С олрингом Сбивают ворды Очень важный ворс Хорош Вот это хорош Отличная банка От Бэтрайдера Мирцпро Ну Команды Играют достаточно пассивно Но мы видим Забирают Рошана Эмпайр Вертуспро Не решились лезть Но лезть очень тяжело Там замедление Там фларочки И плюс Есть у Тайтхантера Ульта Ты полезешь Тебе же будет хуже Очень дохленькие Саппорты У Вертуспро В принципе У Эмпайр Тоже саппорты Не самые толстые Если брать Скажем Инчу Но Инчу Есть замечательная Пассивка Untouchable Что касается Рэйч Фаник Очень битый Минус Фаник Куда же ты залез Дружище Против такого Классиллера Получает он Замедление Нету рейджа Делает ТП Аут И Улетит Ну конечно Конечно улетит Заходит сейчас СССР Замедление Идет Включает ВКБ Два кайла Выживает Ульт Ульт мимо Амадеус Монцар Ставит отличную стеночку Ревач Тайтхантера Убирая сейчас Шадоу Финтвич Доктора Тайтхантер убивает Арксира Минус Бэтрайдер Пользуется тем Что нету Лайфстиллера Который ушел Просто-напросто На ТП Отличная реализация Вот этого преимущества Скандал И ты Ну скандал Зачем же ты так Проседаешь по ХП Лайфстиллер Получает гаш Замедление Рейдж уходит Три в один Размен в пользу Эмпайра Очередной Шестнадцатая минута игры Да Играют Эмперия Очень здорово Тактически Все делают Грамотно Рейдж в Габлаках Где хил Габлак Габлак Использует хил Уи выживет Или нет Выживает Габлак Одной тычки Не хватает Но Айрмана Тяжело здесь убить Стан Сейчас будет скастован Диаболик Айрман Запрыгивает внутрь Вылезает Лайфстиллер Рефракшн От Темпларки У Темпларки Остается Очень мало ХП Добивает ее Но это только Аегис Боже Как же Налог ХП Расконтроливают Твич Доктор Умирает Буквально С одного удара И Империя Не прощает Ни одной ошибки Идут дальше 20 на 6 Могут забирать Сейчас вышки Плава Плава фармит Плавы все хорошо Даже СФ В этой игре Не отыгрывается Не потому что Это плохой СФ А потому что Команды делают Очень много Фактически Ничего СФ Не надо делать Два КЛА Минус все Хотя СФ Действительно Получается Неплохой Габлак Ловит ульт Ой как далеко Залез Габлак Это минус Габлак Пушат вышку Скандал Лайфстиллер В него вгрызается Замедление Бьет Тайтхантера Стики Армалет Минус Лайфстиллер Скандал Выживет или нет Скандал Получает еще одну тычку Лоу Эчпи И убивает его Бэтрайдер 22 на 11 22 на 11 Неплохой Размен Сейчас Для ВП Убили они Четырех Но Лайфстиллер Лайфстиллер В таверне И это Очень плохо Лайфстиллер Несмотря на Мидус Не может Догнать Сейчас По фарму СФ Мы можем Открыть Посмотреть Вот Замечательные Цифры Эта цифра Отражает Общую стоимость Героев То есть Золото Которое Лежит у них В сундуке Плюс Золото Айтемов Сумарное Видим Все На своих Экранах И Это Очень Жестко Поверьте Мне Это Очень Жестко Статистика Киллов Смертей 7-2 Имеет Скандал 5-0 У Шадоффинда Если Я не Ошибаюсь Блава Нет Я ошибаюсь Блава Все-таки Умирал Но Умирает Он Крайне Редко Забрали Его Один Или Два Раза В игре В первом Матче Ну и Посмотрите Что хотят Сделать Сейчас Эмпайр Видят Лайфстилера Поднимают Воздух Парочка Эмпетусов Рэдж Лайфстилера Опен Ваун Рубика Рубик Мекка Рубик Лайфстилер Прячется В гриппа Не хватает Ему Дэмеджа Потратили Мекку Пошла Урна Ну и Сейчас Рубик Отхилит ДП Дает Бэтрайдер Не стал Сбивать Ему Рэмеджи ДП Дайтхантер Все правильно Сделал Вот сейчас Уже Рэмедж Нужно Поэкономить Ценный Спел Слишком Чтобы Вова Так Тратить На одного Бэтрайдера Какой бы он Там не был Ценный Герой Лава Накидывает Вышки Минус Вышка Передает Привет Команде ВП Своим Отличным Уроном В 200 Единиц И 6 Минус Армора Рубик Дает ТП Дайтхантер Очень вовремя Уходит на Даггере Ну вот такие Неуловимые Эмпайр Практически Не удается Их зацепить Хотя Действуют Они очень Очень нагло В некоторых Моментах Но Что ты С ними Сделаешь С таким То Преимуществом Ну и ВБ Сейчас Нужно Конечно Собраться Вторая Игра У них Получается Получше Но все Равно Они проигрывают Больше Чем В 2 Раза По киллам Проигрывают По вышкам Ну и Соответственно Проигрывают По золоту По опыту А это все В доте Уровень И золото Это все Что у тебя есть Но За редким исключением Когда бывает Очень важно Пропущена Или стелана Или нет Но В данной ситуации Говорить об этом Практически Нету Никакого смысла Ну что ж Предлагаю Болельщикам Virtus.pro Подержать их команду Поверить в нее Может быть Они еще Затащат В этой игре Мы увидим Третий матч И конечно Болельщики Empire Наверняка Хотят Чтобы Эта встреча Ограничилась Двумя Картами Я не слышу Болельщиков Empire 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 И ВП сидят В разных местах Поэтому я так понимаю Болельщики тоже Находятся в разных местах Помимо большой плазмы Установлены еще и маленькие Где вы можете Видеть картинку Игровую Лешак Купел себе Отличный Огрклаб Лешаку конечно Здесь в данной ситуации Очень нужен Госкипетр Потому что Морев из урона Море минус армора И в такой ситуации Нужен Госкипетр С другой стороны Маги бьют Все тоже очень больно И вот мы до сих пор Не видели Лава умри Хотя бы разок Мы посмотрим Как СФ умирает Но он это Вряд ли сделает Но он может Может быть В конце игры Если будут Побеждать Империя Он там залезет По фонтан Покажет нам Но пока что Это не входит В его планы Есть уже Мантуш Адов Финда БКБ Это очень хорошо И лайфстиллер С армлетиком Также кое-что У него есть на кармане Так Мелочушка Скандал С даггером Скандал Фармить себе Либо дезолятор Либо БКБ Вообще Я думаю В данной ситуации Он купит БКБ Чтобы можно было залетать СФ Раскастовывает Ультимейт Попадает Неплохо Минусует Бэтрайдер Очень быстро Санта отлетает Хороший волос Леприкейт Минус Кси Лайфстиллер Нету Рейджа Получает Эмпетус Минус Лайфстиллер Минус 5 От команды Эмпайр Ну что ж Ни о каком БКБ Не может быть и речи Потому что Убили Эмпайр Всех своих соперников Вынуждены Байбэки Сейчас тратить Инесса Или Дан Но шансов У них очень мало Слишком много Урона влетает Браво Эмпайр Рейдж Своровал Рубик Да Вот так вот Хватило буквально Барочки Эмпетусов Барочки Мэлдов От Темпларки Чтобы вся команда Виртус Про Разлетелась Действительно Герой Темпларка Рассчитанный на то Что убивать оппонента В первые Несколько ударов Конечно Она способна И потом подраться Но главный Ее смысл Именно Два Три Удара И это у нее Получается в этой игре Просто отлично Второй раз Мы видим Темпларку И второй раз Она божественна И 7-0 У СФ Блава не хочет умирать Не хочет умирать Блава Ну и Тоже будет красиво Если он без смертей Закончит эту игру На СФ Это дорогого стоит Как бы игра не складывалась Это означает Что позиционная игра У СФ всегда грамотно Не влезал туда Куда не надо Имел отличный фарм Гриппстата Посмотрим Шадоу Финд Спокойно разбирается С Лишраком Ой, как далеко Зашел Лишрак Не увидел Я даже этого момента Стоять Хантер Ни разу не наглый Здравствуйте Я на чужой половине карты Я пришел вам Передать привет И вы меня не убьете Потому что у меня 1300 хп И потому что у меня Третий С Кракен Шелл Ловит сейчас Лайвсиллера Рейдж Ну как же Много урона От Шадоу Финда Под минус армором Минус Лайвсиллер Нету байбеков У Лишрака Лайвсиллера Лишрак сейчас Скоро появится Лайвсиллеру сидеть Очень долго Нету байбеков Это не спойлер И Дезолятор Ну правильно скандал Зачем БКБ Когда ты убиваешь Двух ударов Купить Дезолятор И ты будешь Убивать с одного удара Специальная акция Для темпларки Которая имеет 8-2 Стан От Инесса Ульт Инесс разлетается Бэтрайдер залетает Хороший Волуф Репликает Но как же много урона Минус еще Два героя У Виртус Про ГГВП пишут Виртус Про И Эмпайр Одерживают победу 2-0 60 тысяч рублей Уходят Команде Эмпайр Браво Браво Эмперия Отличная дота Грамотная Во всех смыслах Этого слова Ну и болельщики Должны очень радоваться Лава Давай на фонтан Мы не видели Как Эсэп умирает Бросим Нет Не хочет Не хочет Блоу Йо Брейн Идти умирать Толкать его Под вышки Мол ломай Ломай Товара Все Члены Виртус Про Покинули игру Ну и что ж Я поздравляю Эмпайр С отличной победой Буквально час у них ушел На два матча Отличные игры Мы сегодня увидели Для вас Комментировал Эти игры В интернет И Для тех Кто находится В Крокус Эпск Экспо Мэлшторм Спасибо всем Кто смотрел И поддерживал команды Атмосфера Это самое главное Ну и возможно Для тех Кто останется В интернете Сейчас будет Парочка интервью Попробую я выцепить игроков Так что Не отключайтесь Я думаю Так как у меня один день Я буду чуть пожилее Ты скольный Ты один Ты вчера Ты говорила Я поздно А буду С того как перерыв Получается А кстати Сейчас я останусь В этом месте Так что Спасибо за субтитры